Небольшая экспозиция, посвященная Дню ВДВ, открылась в Крыевическом музее. Альбом мой служебный, что я в армии фотографировался, привез его с собой сюда. Благодарственные письма родителям, командованию, мне, например. Кроме этого, медаль за боевые заслуги, именные часы, их мне подарил лично министр обороны Эстер Дмитрий Фёдорович Устинов. Затем, благодарственным письмом, еще в 83-м году мы ездили в Москву. Участник встречи воинов в десантке в Центральном комитете ВЛКСМ. Вот нас там награждали этой почетной грамотой за активное участие в агитационной работе, в пропаганде, в воспитании молодежи. Многие десантники награждены медалями, но не все имеют медаль за боевые заслуги. Медаль за боевые заслуги я получил за выполнение правительственных заданий. Прыгал в боевой машине БМД-1. Это было в Белоруссии под городом Барановичи в 83-м году в июне. Это был первый массовый прыжок военнослужащих, которые находятся в боевых машинах. Служить в ВДБ мечтал с детства, а то, что в разведку попаду, даже и не думал. Просто получилось случайно, когда нас распределяли уже после учебного подразделения в Пскове. Я услышал, как сержант, старшина или не помню, уговаривает парнишку крепенького в разведку идти служить, а тот отказывается. А я сам напрашивался, он посмотрел на меня, говорит, я был худенький, даже 70 килограмм не было, ростом не вышел. Но я все равно увязался за ними, привели нас на стадион, и мы там подтягивались, отжимались, подъем с переворотом. Есть человек 18, а осталось 8. И сказали, нужно 4 человека всего. Вот кто первый, три круга по стадиону первые прибегут, тех и возьмем. Ну и, правда, перед этим еще опрашивали по технике, как и знаешь технику боевую. Ну а я после технику Моризановского и тем более училище это закончил, технику хорошо знал. И прибежал я третьим все-таки. Вот так и попал в разведку. Выставка будет работать в музее в течение месяца. Марина Антуганова, Анжелика Бровенок. Наше время.